Гомельская гимназия 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 экспериментальный участок по выращиванию сельскохозяйственной продукции. В прошлом году он занял второе место в международном проекте технической помощи «Школьный сад». Заполученные в качестве приза средства заложили яблоневую плантацию. Приобщение к практическому труду на земле – это, пожалуй, одна из особенностей этой сельской школы. Наша школа в районе является опорной площадкой по экологическому воспитанию и энергосбережению. При школе имеется учебно-опытный участок полгектара, создана школьная бизнес-компания «Господар». Мы своих учеников учим выращивать сельхозпродукцию. Дети знают технологию выращивания и огурцов, и томатов, и светлых, и моркови. В этом году Утиевскую школу закончили 8 человек, причем все высказали желание продолжить учебу дальше. Кто-то хочет стать учителем, кто-то попробует свои силы в частном бизнесе. Со стороны кажется, что во время торжественной линейки они чувствуют себя несколько смущенно, хотя и стараются выглядеть как взрослые. Последний вальс в Утиевской средней школе выпускники танцуют вместе с первоклассниками. Как и в других школах, у них впереди еще встречи во время экзаменов и, собственно, выпускной вечер. Однако все понимают – последний звонок – это уже прощание. Составшим за 11 лет родным учреждением образования, учителями и друг другом. Было здесь очень весело, конечно, не без слез по некоторым урокам, так как были иногда плохие оценки. Также я здесь нашла много друзей, и эти воспоминания останутся у меня на всю жизнь. Последний звонок ставит под 11 годами учебы точку. Теперь они будут уже с улыбкой вспоминать невыученные уроки и полученные за это двойки. Сочинения с ошибками и непонятные химические формулы. Но у кого-то, возможно, первое свидание и несмелое признание в любви. И первые шаги во взрослую жизнь, которые так старательно готовили преданные своему делу педагоги. Мне есть с чем сравнить. Я отучился в Мозырском педагогическом университете, мы проходили практику в городских школах. Поэтому я по своему опыту могу сказать, что городские дети немного задористые, немного боевейшие. А деревенские дети наиболее спокойные. С ними можно найти очень быстро один язык и непосредственно работать. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Субтитры создавал DimaTorzok